Встречают гостей Сочи парка вот такие трёхметровые зарубежные гости Бабы Яги. Злобная колдунья Малефисента с компанией. Далее любителей пощекотать нервы передают в руки Каще, Лешего, Кикимора и Домового. Здесь в президенте костяной ноги они водят хоровод и поздравляют именинницу. Карабай, карабай, кого любишь, выбирай. Я себя-то, конечно, больше люблю. Ну, а тебя, вот мои бабки, ещё больше любят. Поздравить Бабу Ягу гости могут и лично в её избушке на курьих ножках. Подарки именинница принимает в виде стихов, песен или танцев. Мне очень нравится такая идея празднования с рождения. А Сочи парк – очень хороший парк. Я бы навсегда тут осталась. Не упустили возможность встретиться с главной героиней славянского эпоса и взрослые гости Сочи парка. Оценили они и русский подход к празднованию Хэллоуина. Отлично, позитивно и очень патриотично. Были здесь в январе, но, вы знаете, сегодня интереснее. Столько много неожиданного. Правда, очень понравилось. Зашли и поздравили Бабку Ёжку. Позитивно и очень нам понравилось. И вообще, мне кажется, праздник интересный и нужно такой проводить. Европейский же вариант Хэллоуина – это не только присутствие нечисти на праздники, но и обязательная атрибутика, скелеты, прочие потусторонние прелести и, конечно же, тыква. Для украшения Сочи парка использовано 5000 тыкв, а около сотни штук этого овоща ушло на изготовление светильников. Свои варианты абажуров дети сооружают на специальных мастер-классах. В тематическом парке в эти дни и меню тематическое. В точках питания, как горячие пирожки, расходятся пальцы ведьмы, вырванные глаза и коктейли в шприцах. Если в дневное время вся слетевшаяся компания ведет себя относительно прилично, то с наступлением сумерек отважных посетителей ждут ужасные встречи с чудовищами на беспокойном кладбище и в запутанном лабиринте страха. Гулять вовсю шире отмечают Хэллоуин по-русски или День рождения Бабы-Яги в Сочи парке планируют вплоть до 8 ноября.